Я бы хотел, чтобы первым в дискуссии училась слово Владислава Александровича и Кроссова. Академия Российской издательной науки. Следующее дело, как благодарить главный этап в спектре систем журнала «Вопросы философии». Он его называет «Вавли, мударец и Кроссов». И попрошу приготовиться, как Максимович Полуцов. И я не буду создать доклады, потому что есть замечательные интересы, если говорить о истории России, все эти интересы, я попробую обозначить тех, кто не повредит, которые будут власть ему дал, а потом будут посудить вместе с вами, потому что были первые и первые концерты. Мы с этим занимаемся, и это будет продолжение. Вот я, как бы, всегда победил в обственном отношении, и он смотрел в обственном отношении вообще, как все это думает сегодня, в нашей стране, в мире. Потому что, конечно, у которых были какие-то главные, которые, наверное, можно сказать, сегодняшние годы есть, а вот это было с новым отношением, что, знаете, в Косинке тем, кто не принялся. Он считал, что идеальный государственный писатель знает не то, что каждый говорит. Потому что философ изменился истинно в весь территорий, а писатель, короче, неудобный, неудобный. И поэтому вы уже обязательно знаете, что вы сказали, что потом уже выяснили, я не знаю, я вам могу догадаться. Поэтому, вообще, такое проблеме не было, потому что философы, заключая какие-то важные, какие-то основные моменты, которые, например, были интересны предъявлены свободным бедем, образованные для асимолога, которые ученых, когда нам появились, его обмиритель, которые читали. А желудок и мобильник, конечно, не обладает ценность, но кто будет читать только, какой металл, какой металл, какая-то, кто-то приедет для этого, кто-то разрушает, кто-то имеет особый интерес. И, конечно, это, как говорится, когда нам появился, и слышала, что словно от совместительства, она в большинстве, в большинстве, в большинстве, в республике. Так что, казалось бы, это очень разное, несколько телевизоров есть, и, понятно, как это могут найти друг друга. Хотя, получился, скорее всего, так, что в России, вот, сегодня нам об этом рассказывали, философии во многом, через телевизор поступали. И, понятно, почему. И, конечно, мы говорим, что мы уже есть, что в России не было условий, чтобы философия воспитала, и философский капитал, как-то закрывать, и вообще был сложный, но все вообще, как раз, что через журналы, потом обращаться, так, чтобы публикать. Только я хотел сказать, что дело не просто в том, что в России были условия созданы, и философы как бы вы, ну, шли, да, превращаться с философсками, а с том, что ситуация вообще в мире сегодня вообще не мягкая. И сегодня дело, в смысле, нуждаются в рурналистике, а философии, То есть философия, это непонятное, и соответствующие с философией, нуждаются в рурналистике, и как философии, и как философии, то вместе, но если нужно это обсуждать. Вот не нуждаются в рурналистике, потому что в рурналистике сегодня особая ситуация возникла, когда, вот появился, что называется, как арктикоку в сообществу, где арктикоку в конце и производства существенной использования определяющих в различных процессах. Как мы говорили, я бы рассказывал, арктиксту, но вообще это проблем игроку в сообществе, инстамирно, чтобы, откровенно, и дизайн национальный существовало, и информацией происходит сколько успехов и дизайн национальный с вами. Есть масса проблем, уже я сегодня часто, к сожалению, тоже. Вот сейчас вообще возник у нас смысле. И что же такое? Какое бы что мы попали, в каком-то проблеме информации, организации, коммуникации определяют все остальные процессы. И тут вот, я бы сказал, несколько различий между обществом мультимационным. Который, видимо, можно было бы достигнуть этого подписания, что сейчас в мире происходит, и в обществу. Ну, то, тем, что в обществе он спокойно был, оттенки в обществе. Это разные вещи. Общество может быть в инфраструктуре, но и нет. И я ответил, и в обществе, только как он относится и не понимает, и не верит, и он не согласен. Но это, наверное, мне интересно, кажется. Мне это кажется, что дело не в том, какая идея в том, что в обществе. Откуда делается? А в том, что в обществе мы обсуждали, политически мы обсуждали. И вот, общество откроет, нуждается в дискуссии. И гражданство просто откроет, какие дискуссии не организовывают. Вот великая роль средств массовых массов и журналистов. Это пенсии все организовывают. Не просто инфармирование, обсуждание людей. Где можно прекрасно с вами обсуждать, и ничего другого не будет. Можно выбрать комплекс, выйти по такти, вести механизмы выборов. Можно просто учить по вашей основе людей. И если нет дискуссии, все, ничего хорошего не должно. Но это постоянный момент для дискуссии. Вот это великолепие вести сегодня журналистики в том, что вы должны это делать. Но никак не просто исчисляется. Но мы с ним не знаем, что далеко не так, как он сказал. Что есть и пиарь, и маркотехнологии, и дискуссия. Что угодно. В отличие от взаимодействия по борьбе с ассоциацией. Поэтому одно дело я с журналистики. Это дело, так сказать, великая задача, в которой будущее общество, тем не менее, как у нас стоит в мире. А в том, что он для людей есть тоже. И когда, кстати, Копин, так, он уже перед смертью, стал осознать те события, которые у нас сейчас делаются, он внес не поправку, в самом деле, не ответственность. Он скажет, что да. Но если журналистика не будет себя определять на некой генерарской самой сенсории, то Копин он может нечислить. Вот это вот проблема. У нас, что я не знаю, на месте такая проблема, мы с вами знаем, что анализ, но есть журналист, в которой вы думаете, что она может быть темно. У тебя с одним таким из двух типов. Это человек, который ничего не знает. Потому что он говорит, что в большинстве есть умение по всем вопросам. Вот по что было бы его высказывать? А когда мы говорим, что ему нужно сказать, за счет того, что он чистый красный, то вы что? А что с ума сказали по всей проблеме? Да у всего-то мы. Это глупости. Ну вот так вот. Я не хочу сказать, какие-нибудь проблемы. Они не с того, что это реальный момент, а поэтому проблемы в нашей области, и в будущем, в реализации. Потому что главное, только не куда-то делать. И поэтому это все называется филосистом. На смысле журналиста. Хороший филосист, заинтересован. В том, что философы тоже участвовали. В отношениях этих сюжетов, а философов, которые думают, конечно, что вечный проблем. Они понимают, что вечный вопрос каждый раз нормам выступают. Потому что вот сейчас, как происходит в мире, в нашем обществе с этими личными ценностями, как активных ценностями, свобода, своими длинностями, это же все по-новому понятию. И не сельско, это же личное правительство услуги. Поэтому на самом деле, конечно, философы заинтересованы в журналисты, а философы в основном среде. И вот я обозначил эту тему, которую мы специально говорили по-новому. А в России, конечно, была интересная судьба. И я хочу вам извините, что не только в России, но почему-то не вынуждены, кто-нибудь выступает в Казахстане, но если я с вами сейчас не ровнусь, то многие из вас первые, они сказали, а если вы так и как мне, мне жили, они сказали, пишут газеты, пишут газеты, открытаясь, какие-то конкретные события. И, может быть, и Юрий, и Юрий. И Санкт-Петербург не мешался, но с ней тоже занимался. Но, что касается нашего, мы, конечно, обсуждаем, серьезно готовы, но сейчас есть статьи, такие, как украинская глобальная и индивидуальная идентичность, глобализация, и даже все основные донестиции. Потому что вот такие стихи, все эти донестики, даже на них, не с того Бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо.